Здравствуйте, с Вами снова Фантом, серия заметки о магнитостатике. В прошлом видео мы увидели изображение реальных линий напряженности магнитного поля для прямоугольного неодиумового магнита удлиненной формы. В ваших комментариях к ролику прозвучала просьба попытаться на основе полученных данных синтезировать распределение магнитного поля в пространстве около магнита. Задача не выглядела невыполнимой. Давайте попробуем это сделать. Для этого снимем еще несколько сканов магнита с других ракурсов. Для начала повторим скан, который мы уже видели. Это вид сверху в плотности параллели длинной стороне магнита. А теперь попробуем приблизиться к длинной стороне из удаления для того, чтобы увидеть, как меняется поле в зависимости от расстояния до магнита в этой плоскости. А теперь снимем аналогичный скан, но только по отношению к торцевым поверхностям магнита. Отлично! Теперь мы имеем все возможные срезы распределения напряженности магнитного поля около нашего магнита. Однако мне не хватало воображения, чтобы из этих данных синтезировать картину распределения напряженности в пространстве. Чисто умозрительно представил себе это неплохо, но попытки изобразить это в виде 3D-форм успехом не увенчались. Нужна была отправная точка. И тогда я решил доработать программу обработки и добавить в нее функцию построения изолинии напряженности. Изолиния или линия уровня – это условное обозначение на графике, представляющее собой линии, в каждой точке которой измеряемая величина сохраняет одинаковое значение. То есть, если у нас на скане есть точки с некоторым значением, то в построении изолинии будет заключаться в том, что все данные точки нужно будет как-то выделить на скане. Для примера, мы можем закрасить их, скажем, черным цветом. Однако, у нас на скане очень много разных значений напряженности. Решение – закрашивать изолинии через определенный интервал, скажем, через 10 единиц. Давайте попробуем. У нас получилось то, что приходилось сделать с помощью сторонних программ обработки фотографий. Мы смогли отобразить линии одинаковой напряженности магнитного поля. Скан – издалека к середине длинной стороны. Скан – издалека к одному из плюсов. А теперь попробуем показать, как именно распределяются линии напряженности магнитного поля в пространстве вокруг магнита. К сожалению, создать полноценную трехмерную модель, возможно, не представляется. Потому как градиенты напряженности поля меняются в зависимости от удаленности от плюсов. И поверхность более дальних градиентов не позволит увидеть то, что находится под ними. Поэтому, просматривая этот ролик, прошу вас, уважаемый зритель, достроить трехмерную картину в своем воображении. Теперь давайте немножко усложним задачу. И посмотрим, как распределяется поле у кольцевого ферритового магнита. Такие используются в громкоговорителях. Запускаем программу сканирования. Накладываем изолильные напряженности. А теперь попробуем повторить все те действия, которые мы совершали с предыдущим магнитом. Для того, чтобы попытаться увидеть картину пространственного распределения поля вокруг кольцевого магнита. Сделаем скан издалека к поверхности магнита примерно посередине. Наложим изолинию. А теперь посмотрим, что нам рисуют в учебниках про такой магнит. Мы видим все то же несоответствие действительности. Поля полюсов в действительности замыкаются через экватор магнита. А на рисунке они замыкаются через противоположный полюс. То же самое несоответствие, как в случае с прямоугольным магнитом. А вдруг мы все-таки ошибаемся? Как же нам себя проверить? Идея. А давайте поставим магнит на торец, боком, к сенсору сканера. И снимем картину напряженности издалека к торцу магнита примерно на уровне его середины. Вот на этом тыскании мы окончательно сможем либо убедиться в правоте учебников, либо убедиться в их не правоте. Запускаем программу. Вот он скан. Накладываем изолинь. Чудо не произошло. Мы с вами еще один раз убедительно доказали с помощью измерений. То, что нарисовано в учебниках, действительность соответствует далеко не во всем. А вот хорошо развлечение зоны так называемого магнитного мешка кольцевого магнита. В этой зоне знак магнитного поля инвертируется. А теперь давайте попробуем построить такую же трехмерную модель поля кольцевого магнита. Думы на сегодня достаточно. Уверен, что предложенные материалы дадут вам, уважаемые зрители, некоторую пищу для размышлений. Увидимся в новых видео. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом. 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 Субтитры сделал DimaTorzok